Этнокультурный фестиваль Тархо прошел на горных склонах Дагестана. Ахвах под одним шатром объединил певцов из разных районов республики. Гости состязали в стрельбе из лука, отведали традиционное каратинское злаково-бобовое блюдо, а главное, познакомились с кавказскими индейцами. Почетным гостем на праздники стал глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. О нестандартном подходе к популяризации культуры Ахвахского района расскажет моя коллега Ларяна Шамхалаева. Галоконцерт с выступлением инструментальных и танцевальных коррективов, ярмарка, выставка, интерактивные площадки. Этнофестиваль Тархо проходит второй год, однако, по словам организаторов, еще в 2016 году мероприятие называлось Годи и заключалось лишь в дегустации национального блюда из бобов и злаков. Сегодня у празднества куда более серьезные задачи, такие как укрепление духовного единства жителей всего Дагестана, сохранение языка и традиционной культуры Ахвахского района. Название было незвучное, и мы придумали, решили назвать фестиваль Тархо. Тархо – это вот здесь есть гора на границе с Шамильским районом. И такая монолитная, такая большая, мужественная гора, которая охраняет наш покой. И даже мне кажется, что наши люди тоже характером похожи на это Тархо. В огромном чугунном котле старейшины варят бобы из лаки на мясном бульоне с добавлением курдюка. В готовое блюдо вместо приправы кладется творог, смешанный с сыром и луком. На этнокультурном фестивале Тархо всех гостей обязательно кормят национальным Ахвахским блюдом Роди. Художники уже известные, еще не признанные, прибыли на фестиваль для обмена опытом из-за новой порции вдохновения. На выставке присутствуют работы разных художников-каратинцев, выполненных в разных техниках исполнения. Существуют работы, которым более ста лет, как, например, вот это, рисунок Наиба Заголава, выполненная в карандашной технике с элементами аппликации и акварели. Креативная идея размещать полотна у подножья сосен и вешать холсты на деревья пришла в голову Камелю Гаджиеву, когда персональные выставки в городских помещениях наскучили свободолюбивому живописцу. Ни одного художника работы здесь, моего учителя, заслуженного художника Дагестана, Хадис Рызвану был мой учитель. Мои работы и сейчас моих учеников работы. Запомнится этот фестиваль и довольно необычным фактом. В горах Дагестана обитают индейцы. У них есть свой вождь, они разговаривают на особом диалекте, носят холщовые безрукавки, имеют при себе тамагав, специальное метательное оружие. Все от мала до велика примерили образ индейца, надев на голову повязку с орлиными перьями и раскрасив лица. Как я думаю, это весело во-первых. И появляются друзья, которые приезжают сюда тоже. Им тоже нравится это все, что как бы живем. Но главное, что воздух хороший. И природа у нас прекрасная, у нас природа. Рамазан Абдулатипов, обратившись к участникам мероприятия, отметил, что необходимо возрождать традиции республики, воспитывать на них молодое поколение. В качестве подарка жителям Ахвахского района он передал библиотеке мультимедийное издание «Мы, российский народ, Дагестан многонациональный». Лариана Шамхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Ахвахский район.